Когда-то это был престанционный поселок, где проживали рабочие заводы по производству дубильного экстракта. Уже в 1937 году населенный пункт преобразовали в город. Шумерли в минувшие выходные исполнилось 103 года. На праздники побывал глава республики. Если будем мы дружить, этот праздник будет жить, нашим любимым городом будет жить. Город живет и развивается. Об этом говорят и сами шумерлинцы. Он стал намного интереснее. Делается много государственных программ. Инициативное бюджетирование, в котором сами граждане принимают участие, активное причем. По данной программе мы в этом году освоили пять программ. По инициативе горожан в этом году был благоустроен и центральный парк. Здесь оборудовали новые детские площадки и тренажеры. Задача на грядущие пять лет отремонтировать дворы. Необходимые суммы выделят в рамках национального проекта, отметил глава региона. Шаговить доступности что было? Да, мы стараемся бабушке, помогай. Вышли в подъезду, уже все так, в квартирной площадке. Не захотелось позаниматься? В ожидании капремонта и детская школа искусств. Сколько там выделили-то? Хватит денег на все это дело? Да, достаточно 12 миллионов. Ну, надо сделать с душой все, чтобы качество работы сейчас было. Большие перспективы открываются и перед местными заводами. Продолжает расти спрос на производимые шумерлинскими предприятиями спецавтомобили. Каркас топоновой конструкции, возможности нанесения брони. Глава региона вручил государственные награды работникам предприятий, педагогам и даже игрокам футбольной команды, которые завоевали Кубок Республики. Почетными жителями стали двое горожан. Автор районного герба Владимир Горбунов и заслуженный учитель страны Зинаида Шурыгина. Приоритетные задачи Михаил Игнатьев обозначил перед местными властями. Для развития города Шумерли мы выделили почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. Кроме этого, на социальную политику выделили только в этом году 337 миллионов рублей. Все те успехи, все те сильные стороны, которые есть в городе, у горожан, это, конечно, значимо в нашей совместной деятельности. Большой праздник и в селе Хадары Шумерлинского района. Здесь установили памятник героям-вертолетчикам. Это очень важно для патриотического воспитания молодежи, отметил глава региона. Среди уроженцев республики немало героев, достойных подражания. Много уроженцев служили и служат на сегодняшний день, как защитники Отечества. Это нас радует, мы ими гордимся. И границы защищаются надежно, и водные пространства защищаются надежно. И на обороноспособность выделяются огромные деньги с одной единственной целью, чтобы каждый гражданин Российской Федерации ощущал защиту. Памятник установили прямо у стен школы села Хадары. Среди ее выпускников немало вертолетчиков, участников боевых действий в горячих точках. За вклад воспитания молодежи награды вручили преподавателям. Трудом тяжелым отдых заслужив, стоит наш вертолет на постаменте. И гордо, устремляясь в высоту, храни для нас истории и моменты. Здесь при параде и министр по делам гражданской обороны региона. Тоже пилот, закончивший местную школу. Авиаторами стали и два одноклассника Вениамина Петрова. У меня 2500 часов налета. Это практически 100 с лишним суток в небе. Идея возникла подрузить на постамент этот боевой вертолет легендарный Ми-24. Михаил Васильевич Игнатьев поддержал. После его личной встречи с министром обороны России Сергеем Кужугетовичем Шойго нам дали разрешение. Долгое время вертолет Ми-24 был учебной машиной в Сызранском военном авиационном училище. И вот теперь получил постоянную прописку в республике. Этот вертолет находился в строю более 40 лет. На его счету 1000 часов налета. Ми-24 самая массовая модель винтокрылых машин. И по-другому его называют крокодил. Загрозный вид. Память предков света. Чизнь! Символом памяти авиаторам станут рябины. Аллею глава региона заложил вместе с учениками. Побывав в школе, Михаил Игнатьев заметил, что она нуждается в ремонте. Работы должны начаться уже в следующем году. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин